Всем привет! Обзор смартфона Sony Xperia XA1 Plus, модель J3412, стоимостью 8000 грн, это примерно 300 долларов. Подробнее о стоимости и наличии вы можете узнать в описании к этому видео. А теперь давайте перейдем к распаковке. Открываем коробку, сразу встречает нас смартфон в голубом цвете. Его пока отложим и посмотрим на комплектацию. В комплектации идет гарантийный талон и набор инструкций. Также в коробке мы найдем кабель USB Type-C и адаптер питания. Обращаю ваше внимание, что в комплектации нет наушников, если они вам необходимы, их придется докупить отдельно. Так, по комплектации только кабель и адаптер. В общем, самая стандартная комплектация. Теперь поговорим о самом смартфоне. Телефон динамик из пластика. На передней части у него 5,5 дюйма дисплей. Разговорный динамик, фронтальная камера, датчик приближения освещения. Слева у него слот. Справа кнопка включения, это также датчик отпечатка пальцев. Тут кнопки бежевки громкости. Снизу порт USB Type-C, динамик. Сверху джек для наушников и дополнительный микрофон. Что ж, давайте снимем транспортировочную пленку. На транспортировочной пленке вынесена некоторая основная информация об устройстве. О камере, батарейке, дисплее. Ну, обо всем этом поговорим чуть позже подробнее. Откроем слот. Открывается он вручную, без скрепки. Слон для двух наносим карточек. И вот тут отдельно, микроэзда карточка для расширения памяти. Закрываем слот. И теперь давайте назову вам габариты устройства. В высоту он 155 мм. Ширина 75 мм. Толщина 8,7 мм. И вес 190 граммов. Батарейка в устройстве 3430 мАч. В принципе, нормальная батарейка, нормально держит. День-полтора он работает. Чуть больше, чем средний показатель по Android устройствам. Включим смартфон. Ждем пока включится, заодно оцениваем скорость загрузки. Очень красивый цвет, приятный. Вот этот вот голубой. Еще доступный сейчас в продаже черный. И золотой. Вот этот вот самый интересный какой мне. Включилось устройство. Открываем настройки. О телефоне. Версия Android 7.0. Установлена новейшая версия операционной системы для этого смартфона. Сразу пришло обновление после включения. И теперь давайте поговорим о дисплее. Дисплей здесь 5,5 дюйма. Разрешение Full HD, то есть 1920 на 1080 точек. IPS. И защитное стекло Corning Gorilla Glass 4. Открываем Geekbench 4. Поговорим о его технических характеристиках. Здесь используется процессор от Mediatek. Helio P20. Это 8-ядерный процессор. 4 плюс 4. 4 энергосберегающие ядра работы на тактовой частоте 1,6 ГГц. И 4 более мощные ядра работы на тактовой частоте 2,4 ГГц. Видеоускоритель Mali-T880. Оперативная память устройства 4 ГБ. Встроенной памяти 32 ГБ. Также есть слот для расширения памяти с помощью microSD карточки. Еще до 256 ГБ. Этот слот не комбинированный, то есть мы без проблем память можем расширить, если вам будет недостаточно 32 ГБ встроенной памяти. Запускаем тест процессора и увидите уже сам результат. Результат теста процессора 815 баллов в энерном тесте, 3782 баллов в мультиядерном тесте. Теперь сделаем тест видеоускоритель Mali-T880. И также увидите уже сам результат. Результат теста видеоускоритель 2808 баллов. Закрываем сценаристический тест Geekbench 4. Переходим к следующему сценаристическому тесту Antutu Benchmark. Запускаем тест Antutu, и также увидите уже сам результат. Результат теста. Antutu Benchmark 76821 баллов. Теперь давайте сделаем тест мультитача. 10 касаний поддержит тач этого устройства. Отлично, переходим к следующему тесту. Это игровой тест. Для этого запустим тяжелую игрушку Asphalt 8. Посмотрим на примере этой игры. Как работают вообще тяжелые игрушки на устройстве. И может еще какую-то игру посмотрим в этом видео. Ждем пока прогрузится Asphalt 8. Так, это мы быстренько пропустим. Звук и дисплей в качестве изображения высокое. И перейдем к самой игре. Звук и дисплей в качестве изображения. Так, немного темновато. Сейчас выключим автояркость. И сделаем максимальный уровень яркости. Продолжим Asphalt. Вот, и в общем, видите, что игра работает плавно. Без каких-либо проблем. Не подтормаживает. На высокой графике все отлично работает. В Asphalt 8. И думаю, теперь можем перейти к другой игре. Assassin's Creed Identity. И увидите уже сам игровой процесс. Загрузился Assassin's Creed. Игра загрузилась на максимальных настройках. Графики. Хорошо прорисован персонаж. Окружающий мир. Игра работает без лагов. Все плавно. В общем, что Asphalt 8 работал идеально без лагов на высокой графике. Что Assassin's Creed работает идеально без лагов на высокой графике. Также сделаю еще одно отдельное видео по играм. Запущу GTA San Andreas еще несколько тяжелых игрушек. Кому интересна тема игр, сможете в скором времени на канале это видео посмотреть. А теперь идем дальше. Переходим к камере. Камера устройства. Основная 23 мегапикселя. А фронтальная камера 8 мегапикселей. И теперь я покажу вам примеры снимков на основную камеру этого устройства. И вы сможете сейчас оценить их качество. Я выведу их на экран. А на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал MaxiMobile. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok